Здравствуйте дорогие друзья телезрители. Программа исходный рубеж 101 начинается. Сегодня у нас в гостях муниципальный советник от партии социалистов республики Молдова Стэнли Мартанян. Здравствуй Стэнли. Добрый день. Почему я таким тоном говорю? Потому что у нас с тобой, хотя я обязан говорить на вы, с тобой не одна встреча. Но я хочу поломать формат наших бесед за развитие города Кишинева. Я сразу перейду на вы и скажу. Вот анализируя ситуацию в республике Молдова сторонним взглядом, не опираясь на партийные интересы, как можно описать ту работу, которую проводят все партии, все партии, в преддверии выборов в парламент республики Молдова? Ну, все партии ведут борьбу за выживание. Некоторые партии ведут ее более успешно, другие, наверное, менее успешно. И если говорить о том, что как охарактеризовать то, что происходит сейчас, ничего особенного нету. Партия власти пытается доказать и показать, что они что-то пытались сделать последние пару лет. Оппозиция тоже разная. Есть оппозиция левая, большая, это партия социалистов. Есть оппозиция правая, раздробленная, в Майя Санду Настасье еще несколько мелких проектов, унионисты и так далее. Если говорить про другие партии, я подхожу к партии социалистов. Санду Настасье я опять-таки до сих пор не вижу какой-то особой повестки дня у них, к сожалению, для них, наверное. Я не понимаю, почему они не показывают себя, потому что, наверное, они привыкли, что они за месяц, за два до выборов, как бы за них включается огромная машина неправительственных организаций, зарубежная поддержка. Возможно, они рассчитывают на то, что победа должна им упасть в руки сама по себе. Что касается левой оппозиции партии социалистов, ну, я уже это неоднократно говорил, и в том числе на эфирах с вами, что наша работа начинается и не заканчивается на следующий день после выборов. И если говорить о муниципальном совете, не буду вдаваться, но я имею в виду, что наша работа на всех, на всех уровнях, начиная от муниципального совета, продолжая парламентом и заканчивая президентурой, каждый в меру своей компетенции, возможностей делает, что может. Президент, парламент и муниципальный совет. Великолепно, великолепно. Муниципальный совет здесь ни к силу, ни к городу. Когда будет права иметь муниципальный совет, чтобы решать реально что-то, а не по партийным возможностям, как детские площадки, тогда мы будем говорить по существу. Правильно? И когда будут примаров избирать правильно, я говорю правильно, а также избирать преторов в каждом районе. Поэтому уходим от темы. Я задам вопрос. Давайте. Позиционируя себя, да, как леву, но вы аналитик, вы должны быть нейтральны. Да, постараюсь. Тогда прокомментируйте мне заявления, которые уже начались везде в массовом порядке о том, что, допустим, правые, правые, как их назвать? Условно. 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 Я не могу их назвать правыми, которые, значит, Андрей Анастасий заявил буквально вчера о том, что уже решил вопрос, их не допустят до выборов. Это предтеча того, чтобы их финансировали более, да, какие-то организации. Или, ничего не делая, они заранее говорят, что что-то будет не так. Сергей, я думаю, это все вместе, но я считаю, это типичная история самовиктимизации, которая работает в молдавской политике, в молдавском обществе. Мы помним и нашего бывшего гентримара, который буквально с первых же лет своего примарства в Кишиневе говорил, что вот ему коммунисты не разрешают, он бедный прорывается сквозь власть и так далее. Опять-таки, каждая партия пытается позиционировать себя в глазах общества определенным способом. По существу, поставленного вопроса, прошу ответа. Не за каждую партию сейчас, мне интересно. По Андрею Настасью? Да. Очевидно, у Андрея Настасьи был плохой опыт выборов мэра. Он сослался на это. Да, очевидно, что он продолжает эту линию. Очевидно, что это сигнал, в том числе и западным партнерам. Он говорит тем, кто, особенно европейским политикам и тем, кто принимает решения в больших европейских кабинетах по поводу финансирования и вообще поддержки вот этого прозападного правительства текущего и возможной будущей коалиции. Он говорит о том, что, ребят, у нас есть опасность того, что то, что вы сделали со мной на мэрских выборах, повторится и на парламентских. Это заявление подогревается информационно, в том числе некоторыми левыми политиками. Левыми? Да. А именно? Ну, я думаю, все это понимают. Ну, я не понимаю. Рената Усатый тоже об этом заявил несколько... Что, по-моему, левый? Условный левый. А, буржуи он левый. Да. А, понял. Значит, вот там, да. Он из своего московского офиса заявил, что действительно, якобы, Андрей Анастасьев не допустит к выборам. И более того, вот интересная вещь, что недавно, буквально пару дней назад, один из лидеров нашей партии, не нашей, не партия социалистов, а партия Рената Усатый, господин Чубашенко написал большую статью, в которой практически красной нитью по всей статье был тезис о том, что якобы Запад готовит коалицию Канду-Санду, то есть демократической партии и партией ПАС. Тем самым, что мы делаем, что они делают, Рената Усатый продвигает идею, что виктимизируется Андрея Анастасия, то есть как бы у них такой внегласный идеологический политтехнологический тандем, который кто-то им, видимо, посоветовал. Я это говорю как аналитик, пытаюсь быть объективным и показать, что... И нейтральный. По мере возможности. По мере возможности, да. Поэтому, скорее всего, это проложение информационной вот этой линии, которую они гнут, самовиктимизация и напоминание о себе, что вот мы нас хотят убрать. Чем больше против нас борется, тем больше, значит, мы оппозиционеры и нас не любит власть. Значит, власть задержала, одела наручники кому-то, расстреляла, что сделала? Я смотрю, господин Анастасий говорит, что хочет Майя Санду говорить все, что она считает нужным, хотя я как юрист, да, по тому заплеченному образованию, да, никак не понимаю, потому что это не есть правильно, да. И здесь, здесь одни вопросы. Значит, господин Анастасий, Майя Санду играет сейчас, играет свою роль, да, в том сюжете, который составили в Демократической партии. Так получается? Судя по вашим словам. Нет, нет, нет. Нет. Смотрите, какую роль они играют, в чьем сюжеты, до конца непонятно. Просто люди должны понимать, что и демократы, и Анастасия, и Санду, они по большому счету, как вам сказать, милые бранятся, но... Тешатся. Тешатся, да. Но есть большая отчасти, есть вероятность, что после выборов, если теоретически у Демпартии и Анастасии Санду будет хватать вместе 51 мандат, то вы же понимаете, да, что будет дальше. Дальше будет звонок, всех соберут в одном из западных посольств, и очень жестко поставят условие, что, ребят, как бы ваши все разборки местные, никого не интересуют. Здесь на кон поставлено, как бы, геополитическое будущее Молдовы. А может быть, это уже было, а не будет? Возможно, и было. Поэтому наши, как бы, зрители и люди должны понимать, что все это хорошо срежиссированный театр, но, на мой взгляд, мы не должны все-таки понимать о том, что... Вот глобально посмотреть, отойти немножко... Что такое глобально? Глобально отходя от частных заявлений одного или другого политика, Анастасии, Санду или Канду, или... Не будем его называть, да. Мы должны вспомнить и понять, что было последние 9 лет, к чему, да, вот сегодняшняя ситуация, это итог каких событий и каких... Периодичность событий, да, какая-либо. Теперь, мы должны понимать одну простую вещь, что текущая власть имеет очень маленький рейтинг, это результат правления трех главных партий, да, которые, две из которых уже практически ушли в историю, да, либерал-демократы Филата и либералы Гимпу, это уже практически история. Их попробуют, там, кого-то из них использовать в качестве спойлеров, клоунов и так далее, но уже понятно, что они уже не игроки, вот. А демократы, как бы они ни пытались, все-таки им тяжело избавиться от и имиджа, и того груза, исторического груза, который они за собой ведут. А какой исторический груз? Ну, очень простой, начиная. Давайте уточним с вами. Послушайте, исторический груз, это в том числе и кражи миллиарда, которые в течение 25 лет каждый движитель... А что, кроме кражи миллиарда, не было краж? Были. Были. Были, но... Почему акцентировано на миллиарды? А потому что... Потому что цинизм. Вот цинизм, как это все происходило, вот в те дни, когда люди шли на избирательные участки в 2014 году, и когда им рассказывали про светлое европейское будущее, понимаете, в эти дни деньги переходили, уходили миллионами, за рубеж, при том, что официальные органы, там, сколько, ну, вы имеете какое-то отношение или имели к бизнесу, да, вы знаете, что любые небольшие даже суммы, там, больше тысячи евро, или сколько-то, да, сразу же все видно, куда уходят. Десять тысяч. Ну, неважно, в любом случае, когда уходит миллионы страны через банковскую систему... Пятьдесят тысяч. Неважно. Не, ну по закону. А ушло сколько? За один день чуть ли не 13... Не, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот здесь сейчас тема не насчет кражи миллиарда. Я просто к чему говорю? Да, к чему? Что ответственность тех, кто были у власти тогда, а тогда у власти были три партии, она как была, так и осталась. Даже если они говорят, что никто из них не причастен, даже если они говорят, что это вот сделал тот или тот, кто-то уже сидит, кто-то еще под уголовным преследованием. Как минимум политическую ответственность они за это несут. И политическую ответственность в любом нормальном государстве, она приводит к тому, что люди уходят либо с... Политическая ответственность бывает. Вы сами скажете, ДПМ – маленький рейтинг. Какая политическая ответственность? Политическая ответственность очень простая. Либо люди сами уходят в отставку, когда при их правлении происходят такие беззакония на уровне страны, при том, что одна шестая бюджет или одна восьмая ВВП была украдена, либо их наказывает на его величество избирателей. Поэтому все сейчас пополновения, борьба между правом и партиями, а демократы в принципе сместились в право за последние несколько лет, для меня с точки зрения, с политтехнологической точки зрения, ну это такое отвлечение внимания от главного и глобальной проблемы текущей власти и вообще к чему мы подходим к выборам, это то, что большинство народа не приемлет эту власть, большая часть людей не видит альтернативы вот на том, вот среди проевропейских партий, да, те которые, ну а те, которые выступают больше за взвешенную политику, кто-то из вот левого электората, как называем, я не люблю людей назвать электоратом, но тем не менее я с точки зрения политтехнологий, если говорить об электорате, который выступает больше за левой ценности, за там вектор проевразийский, за хорошее отношение в рамках СНГ, Евразийского союза и с Россией, не видит альтернативы на левом фланге, кроме как партии социалистов, и это понятно, потому что, ну, социалисты доказали своей работой, упорством тем, что, как бы, ну, вот что... Переходим к, все-таки, ну, неправильно, партии социалистов, кроме партии социалистов... Я пытался, как бы, абстрагироваться... Постарался, но пришло, в конце... Не, ну, послушайте, мы смотрим весь спектр, мы, я не хочу говорить только... Весь спектр, погодите, весь спектр, тогда нужно посмотреть еще партию имени Воронина, Вот, пусть не обижается господин Воронин, что я не назвал коммунистом, но я не понимаю, когда там люди-миллионеры называют себя коммунистами. А, Савва Морозов был миллионер, да, который революцию, да, революционеров финансировал. Ну, здесь насчет финансов нет вопроса. Но это тоже мы отвлекаемся от тем. Мы тоже отвлекаемся от тем, но это исторический, как бы, экскурс, да, чуть-чуть назад поталкиваясь. Так вот, партия имени Воронина коммунистов. Скажите, пожалуйста, на что может претендовать в будущих выборах партия, которая всегда заявляла, что она борется за интересы именно народа Республики Молдова? Ну, смотрите, результат партии коммунистов на выборах 24 февраля зависит от нескольких факторов. Первое, от того, какая будет поставлена, условно говоря, задача, какие будут договоренности у лидера партии коммунистов с текущей властью. И, собственно говоря, насколько партия коммунистов еще имеет возможность хоть как-то мобилизировать часть своего электората, часть своих активистов, чтобы сделать какую-то системную работу. Потому что даже если будут какие-то достигнутые договоренности между Воронином и руководством Демпартии, в любом случае Демпартия не сможет прямо ежедневно, ежечасно крутить их на всех телеканалах, то есть пиарить. То есть они даже тоже какую-то работу сделают. Я говорю циничные вещи, но я говорю, как я считаю, что результат партии коммунистов, грубо говоря, будет зависеть от того, что есть задача, которая будет перед ними поставлена. В этом отношении есть и вторая партия, к которой, я думаю, мы тоже дойдем. С другой стороны. Дойдем, конечно. От всех партий. Партия господина Шора. Это все отдельно. Я уже боюсь, потому что он сказал, что у всех журналистов поставлено место. И страх окутал меня полностью. Журналистскую братью. Меня особенно. Ну ладно. Все-таки, смотрите. Птенцы оперились, которые были все в партии коммунистов. Это и ваша партия, в которой вы состоите, партия социалистов Республики Молдова. Это и демпартия, насколько я даже не знаю, процентов на 90, кроме господина Дьякова, да, тоже за счет тех проблем, которые были внутри партии коммунистов, да, образовались. Как бы мы ни говорили, но партия демократов, да, демократическая партия, она сильна своей прямой работой. Влияние средств массовой информации, да, использования. Это факт. Противовес стоит ПСРМ, которое тоже работает. И тоже в одном направлении. Вот так столкнулись. Это правда две силы? Я не очень понимаю, что вы имеете в виду в одном направлении. Имею в виду. В одном направлении. В одном направлении. Вы знаете, когда я смотрю программы, которые подконтрольны партией ДПМ, да, и смотрю программы, которые подконтрольны, телевизионные программы, которые находятся на телевизионных каналах, данных партий, да. Я смотрю, что все-таки ПСРМ выигрывает. Процентов 80 информации идет только с российской партией. В ДПМ чуть-чуть умнее это делают, не называя фамилий, а продвигая все, ориентируясь на европейские ценности какие-то. Да? Говорят больше за экономику. Но... Сергей, ну смотрите, есть партия власти, есть оппозиция. Партия власти, которая, как вы говорите, имела бы каких-то там 5-6 процентов. Вы поймите, у власти есть всегда административный ресурс. И финансовый ресурс, который как бы распределяется ею, как они считают нужным. При этом этот финансовый ресурс зачастую и в большинстве своем, это, грубо говоря, наши с вами налоги и деньги, которые мы платим, к примеру, господи, приятия и так далее. А кордон у нас? Ну я это называю, я просто как бы это сказал более-более. Это как это нормально, происходит. Ну давайте так. Мы платим, а они используют как хотят. Да? И вот возвращаясь вначале, вы говорили, вы говорили про площадки, это партийные проекты. Кто-то упрекается социалистам, что вот детские площадки, благоустройство, скамейки, вот все эти проекты, которые в Кишиневе, это все вот из бюджета. Это правда, это из бюджета, но за каждым из таких проектов... Вы отвечаете за него? Даже не только, не то, что отвечаете. Проведена колоссальная работа. На каждую детскую площадку проведена, начиная от встреч во дворах, сбор подписей, подготовка технического задания. Да, да, реклама, есть и ПСРМ. Я задал вопрос насчет средств массовой информации, которые работают друг против друга. Да. Двух партий. Вы согласны, что ДПМ – это сила или нет? Ну, что значит сила? Сила, ну, смотрите, партия, платформа, да, это тоже определенная сила, потому что за ними есть какое-то определенное количество людей. Для этого существует силомер, да? Кто может больше вытянуть, кто больше? Давайте так, две партии существуют сегодня, две. Да. Которые имеют реальную возможность победить на выборах. Реальную возможность. 51 процент, да? Ну, теоретически… Теоретически, судя по тому, как высказывается… Теоретически любые партии могут победить. ПАС и ДАТ тоже могут. Чем должны мы вот здесь взять и вводить на наши телезрители? А я объясню почему. Я объясню почему. Потому что если я соглашу, что есть диалитические две партии, которые могут победить, наш телезритель подумает, что я выступаю за так называемый бином, что социалисты хотят по коалиции с демократами. Что они есть. Правда. Да, слухи о том, что все делается для того… В политических кругах республики идет беседа о том, что самое выгодное для нашей республики – это двухпартийная система. Возможно, но я не вижу, какие две партии могли бы двухпартийную систему сформировать. Потому что для двухпартийной системы, обычно двухпартийная система работает на двух полюсах политического спектра. Есть полюс либеральный, правый, так называемый, есть полюс более-менее левый и более консервативный. Так, не буду говорить левый, опять левый. Левый звучит молдовик как по весе. В Соединенных Штатах наоборот. Правый фланг более консервативный, республиканский, либеральный – левый. Но неважно, у Молдови немножко другие реальные. Так вот, если сравнивать, экстраполировать эту двухпартийную систему теоретически на Молдову, ну окей, если социалисты позиционируют себя на левом фланге, то на правом фланге нет единой силы. Но нету. Есть там три центра влияния. Есть власть демократы, которые чуть-чуть сдвинулись вправо. Есть унионистский сегмент, который хотим мы или нет, он есть. Там 5, 10, 15 процентов. И есть сегмент 25-30 процентов – это вот ярые сторонники проевропейского, так называемого, пути, которым, к сожалению, не очень везет с их лидерами. Потому что, начиная от Филаты, заканчивая ГИМПу, там, Киртуак – это все оказались на поверку жуликами. Впервые слышу от вас. При том, что понятно, что среди демократов очень много жуликов. А почему не просто? Нет, нет, я просто… Вы самые лучшие и самые, ну, красавчики. Идеальных людей нету нигде. Белые, это по СРМ. Нет, я этого не говорил. Есть, в партии есть хорошие… Паспудно звучит. Что-что? Паспудно звучит. Ну, то, что сейчас сказано было. Послушайте, у нас 24 числа выборы. Да? Какого 24? 24 февраля. Да. С следующего года. И люди придут на избирательные участки. Да. И должны будут выбрать между теми, кто были последние 9 лет у власти, и теми, кто не были у власти. Потому что, грубо говоря, третьих нет. Майя Санду была у власти? Была. В каком смысле она была у власти? Серьезно? А кто голосовал за товарища Канду? Ну, нет, нет. А кто предлагал ее, например, министра? Что такое власть? А кто предлагал Майя Санду? При какой власти она побывала? Подождите, подождите, подождите. Господин Дедон тоже был при власти. В мае? В 2008 году. Погодите, когда не меняют, был у власти или не был у власти? Результаты. Какие результаты? Ну, экономические? Как минимум. Я не хочу говорить. Вы же экономику знаете хорошо, тогда будем говорить. Тогда или есть смысл говорить за экономические достижения тех или иных, да? Или ориентируемся на то, что надо народно. Все в этом мире условно. Понятно, что любой политик, который приходит на выборы, у него есть какой-то бэкграунд. Есть абсолютно новые политики, но из того, что мы имеем, вот все, что мы имеем. Возвращаясь к Майя Санду. Она была готова. Она была готова к премьер-министрам при Филате Плохотнике за ее спиной, который так же не стал. Другое дело, что она не стала. Что такое могло, что такого не было. Нет, но она была министром. Ее поддержали и демпартии. Большой министр с большими финансовыми возможностями. Ну, у нее хватило возможности закрыть множество школ. Хватило. По сей день, по сей день ведутся беседы насчет видеонаблюдения и так далее, и так далее, которое было у Майя Санду. Но Майя Санду сыграла свою определенную роль. Как и каждый человек, лидер любой партии, которая здесь находилась или находится у власти, пока они присутствуют в парламенте, они обладают каким-то влиянием. Вот господин Гимп, мы его упоминали. Да, пока что он в парламенте, пока что он влияет на политику. Да, он непредсказуемый политик, который ратует за объединение с Румынией. Это в будущем. Ну, перед выборами обычно. В дни выборов он ратует за... Да, все ратуют перед выборами, все говорят. Вот ПСРМ говорит, у нас вот Россия все даст, у нас статистичный туш. Нет, ПСРМ говорит, у нас балансированный... Вот сейчас говорят, но я ориентируюсь на то, что я вижу и слышу. Со слухом нормально, со зрением я очки. Я читаю, слушаю. Я же ориентируюсь, задаю вам вопросы. Да. Ориентируюсь на то, что как бы астрагироваться все-таки от этого. Не надо входить в то русло, которое будет некрасиво выглядеть. Главное для народа это что? Экономическое развитие Республики Молдова. Я экономическое развитие Республики Молдова не ввел ни разу. А знаете, что мне это напоминает? Что? Поднимая ли мы бумаги в мире, даже каких-то бедных стран, я ищу название условная единица. Не вижу я даже у бедных стран такой условная единица. Там курс идет местной валюты, равен там какой-то мировой валюты, да? Доллар, евро, иена, ну рубль в России. Вот так мы и живем. Условная единица. Так же, как условный избиратель. Условный избиратель. Сторонников тех или иных партий не видно. Которые, вот они, знаете, уперлись. Мы будем при любой погоде за эту партию. Вот ваше мнение. Условный избиратель. Кто это? Не по виду сказано телезрителям. Условный избиратель это человек, который все еще, у которого теплится надежда, и в который еще верит, что избирательный процесс может повлиять на ситуацию. И это правильно. По одной простой причине. Потому что в тот момент, когда условный избиратель, условный человек не приходит на избирательный участок, он должен понимать, что его голос, который был утерян, будет использован другими политическими силами. И он не сможет уже в будущем предъявлять претензии к той власти, которая пришла. Поэтому, если человек хочет жить в мирной стране, в которой нет госпереворотов, в которой нет беспредела, он должен понимать, что единственная возможность изменить ситуацию, прийти на выборы и проголосовать. Именно поэтому, опять-таки, возвращаясь к ситуации, абстрагируясь от всех партий, абстрагируясь от политиков, абстрагируясь от их истории, мы должны понимать, что я считаю, что избиратель 24 февраля, эти парламентские выборы для граждан Молдовы, это краеугольный камень, который все-таки расставит точки над «и». Либо люди хотят реальных перемен, либо их устраивает то, что было последние 9 лет, и они готовы жить дальше, вот в такой динамике, вот в таких условиях, когда не очень-то работает система юриспруденции. Все ответственность вы прикладываете на плечи избирателей. Так я понял. Условного избирателя? Нет. А как? Ну, судя по вашим словам. Подождите, избиратели, люди избирают тех, кто будет за ним. Кто убедительней будет. Не убедительней. Ну, слушайте, во всем мире, подождите, а как во всем мире работает демократия так? Не надо на мир ссылаться, в Молдове свой мир, мир рок. Я понимаю, но какой другой вариант изменить ситуацию? Вот мы уйдем на рекламную паузу и поговорим о том, какие реальные планы в республике Молдова. Да, вот как аналитик вы скажете мне, нашим телезрителям. Что будет здесь вообще? Рекламная пауза. Закончилась рекламная пауза, и мы продолжаем нашу интересную беседу. У нас в гостях, напоминаю, Стэнли Бартанян. Сегодня он играет роль политического аналитика. И мы говорим о ситуации в целом в партийном строительстве при подготовке того, что у нас называется выборами в парламент республики Молдова. Правильно сказал? Есть такое дело. Мы говорили о том, что... Есть такая забава. Забава, да? Раз в четыре года. Раз в четыре года. Раз в четыре года бывает. Ведь просматривая историю, да, экономических подъемов в стран, экономических, сейчас не говорю за политические, всегда диктатура приводила к росту экономики, созданию рабочих мест. Вот скажите, если, допустим, партия социалистов республики Молдова выиграет выборы и получит 56 голосов в парламенте, да, своих сторонников, пойдет ли эта партия на расширение полномочий президента, который избирается народом? Ну, очевидно, что все социологические опросы показывают то, что 70-80% граждан Молдовы готовы и хотят, чтобы власть была более сильной и была сконцентрирована в руках тех, кому они доверяют. Почему это происходит? Потому что в 2016 году почти миллион 830 тысяч избрали президентом человека, которому они доверили свой голос, и они увидели, как буквально за несколько недель уже в парламенте началось ограничивание его полномочий, и оно продлевалось последние несколько лет. Мы говорим, речь идет о президенте Игоре Дадони. И это объективный процесс, даже не говоря уже о том, что, ну, о менталитете, наверное, людей, которые прожили там 70 лет при советской власти и привыкли к тому, что все-таки как генеральный секретарь. Да, генеральный секретарь и так далее. Вот. Это раз-два. Опыт 26-ти лет, 27-ти лет независимости Молдовы показал, что вот бесконечные изменения, особенно вот последние, опять-таки, особенно последние 9 лет, когда правительства менялись и коалиции менялись как перчатки, там перетасовывались, рокировки проходили, но особого результата не видно. Опять-таки, люди делают вывод, что все-таки должна власть быть сконцентрирована, ну, более-менее в одних руках, потому что это улучшает, наверное, управляемость системы и возможность более эффективно принимать решения, более быстро принимать решения и, собственно говоря, нету бесконечных вот этих дрязг коалиционных. Хорошо это или плохо, но тяжело сказать. Кто-то может сказать, что это плохо для демократии, потому что вот как работают коалиции в других странах. Я, наверное, возражу, мы не можем все-таки сравнивать Молдову с Германией, с их... Хотя Ангела-Америка сколько уже? Четыре срока, да? Как бы три-четыре срока. Тринадцать лет. Да, никто не говорит, что вот она за себя сиделась, как это так, вот так, да? Да, но она канцеля, не президент. Имеется. Но я имею в виду, что она глава государств. Хорошо. А Чехии кто президент? Ну, зем... Ну, ну... Что она решает? Парламентская сурь. Понятно, Орбан. Премьер Орбан. А в Румынии соседи? Кто решает в первую очередь? Ну, Румыния немножко смешанная ситуация. Ну, смешанная, ну, кто? Там двухпола правительства, хотя мы увидим, что и Йоханнес все-таки президент. Что же ничего сделать не может? Он всегда угрожает импичментом. Да, согласен. Давайте не будем геополитику. Да, да, да. Это нет смысла говорить о том, как... Нет, это сравнивать нас с другими. Да, сравнивать вообще несколько. Потому что Молдова уникальная. Она уникальная сама по себе и уникальна в политическом смысле. Вы же видите. Люди перебегают с одной партии в другую, создают какие-то непонятные альянсы. Сергей, Молдова находится... Никто не преследуется за то, что выступает, допустим, партия, которая находится в Парламенте, выступает за разрушение и уничтожение республики, да, Молдова. Не отвечает за это, будь он там политиком. Ну, 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 что, говори, говори. Меньшество, правда? Где вы видели это в Румынии? Где? На Румынии ссылаюсь. Задайте вопрос. Когда была создана партия, да, Молдова, Маря, сколько бы она просуществовала? Ровно неделю с арестом. Саре... Блин, никто не говорил, что там что-то разрушать Румынию. Или где-то там в Трансильвании пытались на госзнании флаг Бенгрии и сразу... Все. Ну, вот, вот оно здесь. Но Молдаване это всех имеют, вот, имеют, да? В хорошем смысле этого слова. В хорошем смысле этого слова. Без негативного намека. Да, и здесь у нас проживают румыны, болгары, гагаузы, вартаньяны, армяне. Армяне проживают здесь 14 века. Вот, видите, ну, и греки. Давайте уточним. Вот. И вот так вот все здесь намешано. Да, вот. Но почему? Почему за все годы независимости, называя себя демократами, да, ничего в лучшую сторону не изменилось? Не изменилось. И не видно просвета. Сергей, смотрите. Мы вышли из 70-летнего советского периода. Многие люди, которые видят 26 лет, только выделись страной, это бывшие аппаратчики. Бывшие люди, как ладурщики, аппаратчики. И комсомольцы? Очевидно, что для кардинальных изменений, вообще, вот в подобных ситуациях, должно вырасть несколько новых поколений, которые мыслят по-новому. С одной стороны. С другой стороны, очевидно, что должны к власти прийти люди, которые верят в эту страну, и которые, наверное, могут, имеют стержень для того, чтобы противостоять какому-то внешнему давлению, потому что Молдова, наверное, к сожалению и к счастью, находится в таком геополитической ситуации, в такой ситуации, которая ее сжимает, как в тисках. Есть в этом и плюсы, и есть в этом и минусы. Молдова не скатилась в автократию или в какие-то вот такие режимы, где Туркмения, где передаются чуть ли не по наследству, где там провалится из плохого. Нет, есть плюсы и минусы, там свой менталитет. Там газа и нефть. Да. У Молдовы нет таких ресурсов. Как нет? Самый большой ресурс Молдовы – это люди. И все. Собственно говоря. Да. Тогда что стоит лей? Лей? Да. Ну это совсем другая история. Нет, ну просто интересно, если только люди, да, и меня оценивают по курсу лей, да, вот я стою один лей, там, не знаю, от аст, к доллару, да, или там к евро. Нет, подождите. Экстраполируя на капитализм, вы стоите столько, сколько за вас готовы заплатить. Вы уверены, что у нас капиталистическое общество? Нет, ну у нас, по крайней мере, так 26 лет нас учили тому и говорили о том, что мы постепенно-постепенно уходим якобы от социализма, какой-то справедливая боль. Общество более свободное. Ну, свобода мы видим, чем заканчивается. Воровством, коррупцией и так далее. Пока в этой стране не будет лидер и жесткая рука, которая поставит на место, да, которая начнет разгребать эти обгивы конюшни, да, и бороться, и начиная от коррупции, заканчивая, продвигая сбалансированную политику без таких перекосов, которые есть сейчас, ничего это не изменится. Я, как-таки, я стараюсь быть политически неангажированным аналитиком. Пытаюсь. Пытаюсь. Но, возвращаясь к вашему вопросу по президентскую республику, ведь запрос на президентскую республику, это не просто запрос на эфемерную вещь, это запрос под, ну, как минимум, люди видят какого-то человека, который мог бы попробовать, сконцентрировав власть в своих руках, попробовать изменить дела к лучшему. Очевидно, что сейчас мы имеем такого человека в качестве президента, который, как люди многие видят, ограничивают полномочия. И, очевидно, для партии, пропрезидентской партии социалистов, которая идет на это выбор, это в том числе и один из лейтмотивов, которыми не пойдут, которые они будут продвигать. Потому что вот, 9 лет мы имели развитую западную демократию с коалициями, и вот к чему она привела, к полной безнаказанности, к экономической несостоятельности, к краже миллиарда, к провалившейся реформе юстиции, на которой отмыли огромное количество денег и так далее и тому подобное. Сейчас маятник очнулся вот в сторону вот такого положения дел. Не уверен, что текущая власть и право-позиция, если они будут продвигать дальше вот эту прозападную модель демократии, которую 9 лет пытались они здесь построить, их видение. Потому что то, что они строили, это не было... Вы если так будете делать, то взлетите скоро, честное слово. Ну, я в кавычках, потому что... Нет, я понимаю, понимаешь. Постоянно, говоря об этих ребятах, от тех, которые были в власти, приходят... В одном и том же. Приходится, приходится вот кавычки ставить, потому что, ну, нет... Что мешало президенту после того, как он был облечен властью, да, той, которую сейчас у него отобрали с большим успехом, я считаю, что он дал слабину, но что ему помешало выйти, собрать своих сторонников, которые выголосовали за него, на нашу площадь знаменитую, при которой там 5 тысяч человек всегда пишут, что 50 тысяч, 10 тысяч пишут, 100 тысяч. В общем, нормально, своих сторонников вы сказали, люди, меня ограничивают во власти, давайте вместе решим. Как? Очень просто, это как призыв, поддержки президента. Дальше, ну, просто вышли бы 50 тысяч дальше. Не, 50 тысяч. 10 тысяч, 100 тысяч. Не партийные дети, я политикой не занимаюсь, я только задаю вопрос, поэтому, что помешало президенту выйти и призвать своих сторонников, например, каким-то действием. Теоретически ничего, но что дальше? Всеобщие забастовки, например. К чему бы она привела? Привела? К чему? К хаосу? А как, почему хаос? Объясните мне, я не понимаю. Ну, вспомните, чем закончился Майдан, например. 100, сколько, 110 человек погибло? К чему? Подождите, всеобщая забастовка имманданта, две большие разницы. Как говорят у нас в Кишиеве, в Одессе. Сергей. У нас до Майдана вообще никогда не доходило. Никогда, ну, мы, несколько раз мы приближались к нему? Как? Ну, как, как? А вспомните, что такое приближаться? Вспомните, что было в 2016 году. Я помню все. Я помню, как ходили грёстные ходы вокруг города, скандировали что-то. Скандировали, да, без толку. Сейчас прямые президентские выборы. Ходите, прямые президентские выборы. Скандировали, скандировали, получили, получили. Кто сейчас президент? Президент человек, которого избрал народ. Флаг Республики Болгова. Так получается. Почему? Ну, флаг. Почему флаг? Ну, потому что, когда он выступает против чего-либо, Даня, подписывая документы на назначение, его отстраняют отходят. Ну, это временная ситуация. А как временная? Сергей, как это будет? Вы поймите, не бывает, политика не делается за деньги. Это и Сергей должен понимать. Это должны понимать наши зрители. Я просто, я говоря с вами, обращаюсь. Они задают, чтобы понимать. Да, я прекрасно понимаю. Политика не делается за один день. И взвешенная, умная политика, на мой взгляд, я об этом абсолютно поддерживаю президента. Потому что Канду, Филипп, Демпартия, вот все эти, Настасья за своими заявлениями, они придут и уйдут. А мир в этом регионе, который мог бы пошатнуться, привести к непредсказуемым последствиям, если бы вывести на площадь и начинать раскачивать ситуацию, когда у нас под боком Приднестровья неразрешенный до конца конфликт политический. Слава Богу, он сейчас с политической точки зрения не разрешен. Но не дай Бог, они увидев, что здесь начинаются забастовки, начинаются движения, начинаются стычки, потому что эта власть бы не отдала бы просто так власть, как Воронин в свое время отдал. И возвращаясь к Воронину, некоторые говорят, что может Воронину бы выгода было в 2009 году отдать. Он мог спокойно же остаться президентом, но он не хотел, наверное. Некоторые говорят, что он просто специально сдал бы власть, потому что, видимо, нужно было уходить в тень. Он уже устал от этой ситуации, и у него она уходила. Так же, когда он был министром внутренних дел. Собственно говоря, да. Советская Молдавия. Это другой вопрос. Да не, не меняется, человек сгадает. Человек остается то же самое, да. Вот в 2009 году он слил власть. А эти ребята не собирались уходить, потому что у них завязано очень много. Понимаете? Скажите, пожалуйста, тоже может быть вопрос, связанный с экономикой. Скажите, а сколько в Россию инвестировала в Молдаву по средствам? Или гранты, которые давала в Россию? Смотря как считать. Вы считаете, сколько из России? Не, 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 не. Вы посчитайте, сколько миллиардов долларов за 27 лет независимости пришло от наших сограждан, которым дают работать там. Вот самое интересное. И сравните с тем, что пришло из Италии. Манипулируя цифрами, скажу вам так, скажу вам так. Вот ПСРН. Да. Вы все-таки сейчас уже не аналитик. Вы восприняли мой вопрос так, конкретно. Объясняю. Я поднял цифру с расшифровкой. Только не говорите, пожалуйста, что Россия занимает первое место. Европа и Америка сюда деньги дают. Пересылают наши гастарбайтеры. Я приведу один пример. Реформа юстиции, которая американцы use ID. Вы знаете, кто имплементирует после этого года реформу юстиции? А ну, вы рассказываете. Американские деньги ушли. Американские и британские фирмы, которые наблюдают за этим. Куда деньги ушли? Говорят, что придут нам. Уходят на свои же компании западные, которые наблюдают. И где их наблюдение? Это нормально. Где их наблюдение? 250 тысяч человек отдали голоса за двух человек. И одна судья сказала, ребят, ваши полмиллиона голосов, это бумажка. Да, один из кандидатов нарушил закон. Неправильно делал многие вещи. Закон для всех един. Да, но тем не менее, наказание не было сопоставимо с нарушением. Раз и два. Никто не просил. Скажи, пожалуйста, когда партию усатого сняли с выборов, а потом доказали, что это было неправильно, почему-то все молчали. Подождите, все молчат. Нет, мы тоже говорили, что это неправильно. Что говорили? Мы тоже говорили, что неправильно снимать любую из партий за два-три дня до выборов. Мне это интересная вещь. Когда смотришь, ближе к выборам, да, вот как сказали, все к такой активности проявляют. И здесь получается так. Здесь громко все вспоминают за те нарушения, которые были со снятием господина Мусата. А потому что там, подождите, а то, что было с господином Мусата, здесь не мое отношение к нему лично или что. Тихо-тихо так по-молдавски. Скоро. А сколько европейских политиков высказалось? Сколько из тех десятков, пятнадцати политиков из Европейского Союза, которые выступали за Андрея Анастасии, сколько из них выступило, когда Мусатова сняли? Ни одного, мне кажется. Тогда мы поговорим о другом. И вот был у вас правильный тезис в этом отношении. Тезисы, мы вообще подходим в программу, в любой программе, это тезисная. Да. Мы знаем, о чем говорим. У нас есть интересный вообще человек, который рвется во власть, который, я не знаю, я посмотрел документы, как господин стал примаром, да, Аргеева, это господин Шор, вот мне интересно, ну просто интересно. Другие не могли бы стать примаром, даже выставить на выборы свою кандидатуру, потому что находились до получения мандата кандидата в мэры, да, где не указано законом, а то, что он не имеет права, да, его там арестовать или что, он кандидат в мэры. Ну нет такого закона. Но это прошло для господина Шора. Он создал телевидение Шора. Назвав его центральным. Мы не видели, что он еще создал. Скажите, пожалуйста, вот если вы случайно, мы помечтаем, давайте, попадете в парламент и будете депутатом, скажите, пожалуйста, как вы будете находиться вот так вот рядом с господином Шором? Сергей, я в муниципальном совете тоже находился рядом с многими либеральными советниками, которые за три года, что мы там находимся, ни одного предложения, кроме как земельных вопросов раздеребанивать земли, от них не слышал, как и от большинства людей из либеральной партии. Я прекрасно понимаю, что для каждого из людей, у каждой приходят или во власть, или в выборные органы власти с определенной целью. Для меня, я не знаю, для меня вот поход в муниципальный совет, да, попадание туда, это была такая интересная возможность попробовать на вот этом уровне попытаться привнести свой вклад, что можно сделать в развитии города. Возможно, у меня не было так много проектов, как у других моих коллег, да, но мои проекты касались там, связаны с открытостью примарии, с развитием гражданского общества, с электронными вещами, начиная от документа оборота и так далее. Я в это верю, я верю то, что чем открытие будут наши органы власти, тем это будет выгодно для граждан страны, и для муниципий, и в целом. Поэтому вы говорите, вот теоретически, если бы кто-то попадает в парламент, как бы находиться рядом с такими людьми? Я не так задал вопрос. Если бы вы попали в парламент, я говорю, я вообще-то было бы, я задал вопрос о другом. Я вот честно говоря, вот я лично, мне кажется, что шор до парламента не дойдет. Извиняюсь. Честно говоря, мне кажется, что я верю, что шор до парламента не дойдет, потому что, ну, это будет большой плевок в сторону, как минимум, европейского союза и американских партнеров, потому что, ну, ребят, если вы говорите о том, что мы идем в Европу, мы евроинтегрируемся, и когда человек находится под уголовным преследованием, неважно, даже в первой инстанции уже обвинен, и... Другой бы сидел в фирме уже. Ни в одной стране мира или Европы, Европы, США, ну, такой невозможной, даже теоретически, там человек, он может заплатить за кофе, находясь там с бизнесменом, все, чиновник уже подает в отставку, если это, это уже взяло, обнародованным. Поэтому, оба десутатреса, оба десутатреса, мне кажется, что все-таки западные партнеры этой власти, но найдут нужные аргументы, чтобы сделать так, чтобы все-таки господин Шор не дошел до парламента с точки зрения процедуры. А уже вопрос, что вся эта тюрьма или нет, опять-таки, ну, это вообще не интересует... Это вопрос полуморальный, потому что мы все понимаем, что, ну, слушайте, первый раз полгода не могли перевести документы, второй раз делают финансовую экспертизу, но мы понимаем, что это затягивается, и мы прекрасно понимаем, что это затягивается, в том числе, при участии власти. Давайте называть вещи своими именами. Почему это делается, опять-таки, все жители понимают, я не хочу об этом... Да, но почему Европа не обратила внимания на его угрозы, угрозы, прозвучавшие во всеуслышание журналистам? Ведь в Европе и вообще в мире, в тех же Соединенных Штатах, которые вы привели как пример, не дай бог, было такое высказывание. Я думаю... Он бы нес не просто ответственность, он бы нес уголовную ответственность. Я думаю, все, кто надо, обратили внимание. Кто? Ну, я думаю... Заметьте, я обратил... Видел. Обратили внимание, повозмущались три дня активно, и все, ушло на нет. Я думаю, это поведение этого политика и вообще все вокруг него имеет накопительный эффект, который рано или поздно вот это как вот такая образно говоря папка его деяний, она куда-то попадет... Есть возможность его войти в парламент? Скажите, пожалуйста, потому что есть возможность и прямая возможность. Ну, послушайте, если определенное количество людей проголосуют за него, опять-таки, это, к сожалению... Но, Аргеев, посчитайте, он проголосует за него. К сожалению, это говорит в том числе и о самосознании наших... Реальности, которая может быть. Людей и людей многих нельзя винить за это. За невидимые людей. Наши люди смотрят на свой, узнавшие, на чьи есть СМН. Здесь совсем другое. Вопрос, как вы сможете работать? Он войдет в парламент, если позволят, конечно. Сергей, ну, смотрите, ну, что значит, как вы сможете работать? Политика это такое дело, что ты, 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 ты исходишь с того, что есть, исходишь с ситуацией. Это не идеальная, не идеальный вакуум, который... Как работать будете? Я не говорю о вакууме. Я не говорю о том, что вы не должны с ним здороваться. Там все, кто друг с другом ругается, да, на телевидении, они обнимаются и целуются. Я тоже видел, и все это видели. Вот, здесь ничего, как работать? Да я... Именно работать. Я не знаю, как депутаты парламента будут работать. Не живется мы депутат Илон Шор. Ну, это будет, так и таки, очередное, наверное, посмешище, условное, для, для мирового сообщества. Ну, что, у нас, у нас в Вашингтон-Посте рассказывали о том, как, извините меня, фекалиями посыпали, да, поливали офис партии. Это было одно из breaking news из Молдовы. Это то, о чем, чем Молдова засветилась в одном из крупнейших мировых СМИ американских. Ну, и что, мы привыкли. К сожалению, вот такая реальность, вот эти, опять-таки, возвращаясь к этому, к сожалению, 9 лет власти этих ребят приводят к таким, вот к таким уродливым, с точки зрения общечеловеческой морали и принципов, проявлением, с точки принципа. Я не говорю, что этот политик, он уродлив, как бы она... Но политика сама по себе беспринципна. А именно то, что он представляет вот ту ситуацию вокруг него. По крайней мере, окей, он считает, что он невиновен. Дождись, пока тебя, твой судебный протест закончится, тебя якобы оправдают и идти в политику. При возбуждении уголовного дела он избирался и стал. А это значит, это проблема этой власти. Это прошло. Это проблема этой власти. Какая проблема? А проблема в том, что они допускают такого рода власти. А если в юриспруденция? В юриспруденция у нас есть. Сергей, который ставится на определенных законах. Законы, мы за 9 лет столько раз видели, как законы менялись под их нужды. Если человек прошел и его никто не остановил, и его не остановил закон, значит, никому не нужно было, чтобы этот закон менялся для того, чтобы его остановить. Все, это просто. Наши зрители должны понимать, все, что не происходит, все вот эти политики, все вот эти непонятные ситуации, когда у людей волосы дымом становятся, как они доходят до того, что они доходят, они должны понимать, что это значит, кому-то нужно. А кому? Тех, кто кому власти. Поэтому, возвращаясь к тому, если людям нравится вот эти события, начиная от кражи миллиарда, заканчивая, что у нас вот такие вещи, до площади, когда гречку на площади раздавали, батоны, люди за батоны убивали друг друга, образно говоря. Я видео увидел, как я раздавала партия социалистов. Стойте. Я посижу лучше. Вот здесь у нас это центральная площадь страны. Да. Я не видел видео, как социалисты кому-то что-то раздавали, да, где-нибудь в каком-то селе, но это центральная площадь страны. Да. И это авторизированные митинги. И когда такое происходит только для того, чтобы навредить другой партии, чтобы не дать ей занять это место, ну, послушайте, ну, люди же не идиоты. Я могу не поддерживать, ни на наставке, ни наставке, ни наставке. И наши зрители могут не поддерживать. Но они-то понимают, что до чего доходит нынешняя власть, что используют вот других людей. То есть это просто манипулирование людьми, простыми людьми и привозит их как, не знаю, как кого-то, чтобы они друг друга толкая, вытаскивая эти буханки хлеба, ну, буханка хлеба, ну, стоит, ну, три лена стоит. А неужели вот из-за трех лен нужно терять свое достоинство? Даже не этих людей, а тех, кто организовал всю эту акцию. И тех, кто позволил этой акции пройти. Мы прекрасно понимаем, когда... Никаких санкций не было. Не в санкциях дело. Санкция должна быть моральная. Это масса... Наши зрители, наш условный избиратель, человек, который пойдет 24 февраля, должен помнить, что вот, вот, это их возможность наказать, потому что юстиция не работает. Это их возможность наказать кишиневцам, это возможность наказать за то, что их голоса наплевали. 24 числа это единственная возможность, легальная возможность, демократически, общепринятая в мире, по которой они ничего не могут сделать. Не будем заниматься скрытой рекламой. Чей? И пропагандой. Подождите. Чей? Стоп, вы сказали. Если 24 февраля... Наказать, да. Давайте маясс... На эту партию я не указал. Я просто говорю, моральная возможность... Погодите, вас видят как? Сейчас. Я не назвал партию. Все. Давайте опустим этот вопрос. Я не назвал партию. Закрыли. Я выступаю за демократические механизмы не демпартии, а механизмы, которые позволяют менять власть, когда она вам не нравится. И даже если происходят такие беззакония с точки зрения здравого смысла, которые произошли в Кишиневе, у людей на парламентском уровне есть еще большая возможность положить этому конец. Да, некоторые говорят, что будут в черкомскрипции судьи и так далее тоже может быть. Но все-таки парламент будет под пристальным вниманием и международного сообщества, и тысяч наблюдателей. И самое главное, о том, что говорил, кстати, президент, что если пойду по беспределу еще раз вот так, как они произошли в Кишиневе, то выборы не признают не только правое, но и репортное. будет не признание выборов, не признание выборов, не признание выборов возле издевления миллионов людей, это совсем другое дело. Да, Майдан будет. Не знаю, что будет, но не признание это сразу ставит за скобки эту власть. Значит, будут беспорядки. Так, мягко скажем. Не будет. Давайте предъявляем итог нашей программы. как все-таки политического аналитика, попробовали испытать сегодня. Вот, но все равно рельсы, они и есть рельсы, и они прямые. Ну, Сергей. Значит, смотрите. Я не открываю. Понимаете? Если победит, партия социалистов Республики Молдова на выборах. Помните, я задавал вопрос в первой части? Если и когда? Когда победит. Да. Если победит, если победит партия социалистов Республики Молдова, какие репрессии будут в отношении тех, кто попался на кражах из госбюджета, да, кражи грантов, а также хищения из банковской системы. Если вы позвоните, Сергей, итог. Если вы позвоните, я здесь немножко в другом формате расскажу вам. Вообще-то я позвонил. Да, но я вам не вопрос, отвечу. Я отвечу, ссылаясь на опыт Армении, поскольку, ну, вы знаете, что я являюсь еще главой армянской общины. Так, нескромно. И процитирую буквально господина Никола Пашиняна, который сказал, что теперь, я надеюсь, да, неважно, но я надеюсь, что все-таки суды будут принимать решения не по звонку. Я вот, лично я считаю, что у нас сдвинутся дела с мертвой точки, когда действительно каждый, кто за эти 9 лет совершил беззаконие, получит свой переговор не по звонку из любого здания, то ли здания GBC, то ли здания на Армянской, то ли здания с правительств, то ли здания с президентурой. Мы все это поняли. Любые здания, парламент, любая, партия социальных, любая, чтобы каждый получил по заслугам, чтобы судебная система работала не как машина по затягиванию и замаливанию годами, дела просто уходили в небытие, а чтобы она работала четко, быстро и так, как она должна работать. И вот тогда, с одной стороны, люди перестанут, люди начнут действительно бояться брать взятки, а с другой стороны, иностранные ингесторы, как с запада, так и с востока, не будут бояться сюда вкладывать деньги и поднимать вместе с нами, с жителями Молдовы и с теми, кто придет в власти после 24 февраля экономику страны. Потому что, только поднимая экономику страны, мы сможем поднять благосостояние каждого гражданина. Я могу уточнить. Поднимая экономические благосостояния любой семьи, вы перекроете, партия ПСРМ, перекроет тот канал, который вымывает отсюда интеллектуальные наши силы, знания молодежи. Абсолютно верно. За конницу публики Молдова. Абсолютно верно. Вот такой итог. Я думаю, правильно ссылка была на Пашиня, но я хочу все-таки такую цитатку двинуть. Пашиня пришел к власти за счет всеобщей запастовки в армии. На этом заканчиваю программу. Смотрите нашу программу Исходный рубеж 101. У нас всегда интересные гости. Спасибо. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего вам доброго. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok